всем уже добрый день я сегодня утром ничего не снимала сварила овощи овелине сейчас буду ее кормить и варюшки поставила тоже варить в общем всем доброго дня от меня вчера решила приготовить вот такой торт без выпечки сметана оставалась в общем здесь киви банан печенье рыбки не соленые и сметана которая оставалась у меня и плюс я еще новую открыла мне не хватило но видимо надо было еще больше потому что я вижу как будто мало сметаны все-таки получилось вот такой тортик без выпечки поставила в мультиварке варить рис и у меня здесь размораживается грудка будут сегодня куриные рубленые котлетки вилюшка сама пытается кушать да там у нас сегодня немножко лучка добавила вообще это у меня готовая заморозка я купила этот раз ассорти смесь брокколи морковка только там заявлено было еще цветная капуста но там было очень мало цветной капусты прямо от слова совсем на такие вот малюточки там и штучки 3 на всего было от силы в общем капуста не было можно сказать цветной да я сегодня ничего не заправила меня вообще настроение на нуле и в общем как-то все вот так у нас вилен очка сама ковыряется но я и укормила но она захотела дальше сама пережевывает морковку я и оставляю там морковку и стебельки брокколи которые нужно жевать она кстати активно жует и порой вот даже прям сама все может съедать но там только на дне оставляет буду обу в общем хотела вам немножко рассказать о том как идет сегодня наш день к вечеру наконец-то я собралась это сделать нашла силу воли в себе немножечко так окреплась духом так скажем потому что начала уже все хандрить сама начала потеряла какую-то надежду на что-то в общем вчера коля ночью не смог терпеть боль во первых он от нас переселился на кухню на матрас на пол потому что он часто встает но вернее он вообще не лежит он не может лежать вообще последние дни и он не лежит вообще последние дни он не может спать он не может просто лежать ему больно и поэтому он решил пойти спать на кухню потому что он ходит постоянно и я тоже перестала спать из-за этого потому что я слышу что он ходит и ну как бы сна у меня тоже из-за этого нету не могу спокойно спать когда человеку больно в общем вчера он решил поехать на машине Потому что когда он сидит в водительском кресле, у него другие ощущения в руке И он поехал вчера кататься по городу Кто подписан на Коля в инстаграме, знает, что Коля вчера, ну как бы ночь катался, можно сказать Потому что это хоть как-то убивает в нем вот эту адскую боль Ну притупляет, так скажем, она не проходит, но хотя бы за рулем он себя чувствует по-другому То есть, видимо, он думает о другом, думает о дороге и положение сидя само, как бы немножко его... В общем, вы поняли Вчера у Коли был выходной Днем... Что вчера было днем? Коля вчера по больницам ездил, и он, в принципе, вам рассказывал Вот вчера, когда влог снимали, мы забыли сказать про то, что вот он ночь провел за рулем, можно сказать И сегодня ночью он опять уехал из дома в половину пятого При условии, что он лег где-то в четвертом часу, и через час уже он не смог И он ушел из дома, и я его проводила, и уже, знаете, уже со слезами на глазах Потому что на это смотреть, конечно, еще то, в кавычках, удовольствие После этого... После этого я легла, попыталась уснуть Меня просто захлестывали уже мысли Ну, мысли о плохом, что ничего не помогает И мы находимся в каком-то тупике Что он прошел много специалистов, и никто ему ничего не может... Никто ему не может купировать боль Все заставляют лечиться от своего Невролог заставил лечиться от своего Терапевт от своего, ортопед от своего Ревматолог его вообще не приняла И мы приняли решение сделать МРТ позвоночника Сами, потому что... Потому что ничего из того, что мы сделали, не подтвердилось И у нас остается единственное Это позвоночник, шейный отдел Полностью весь позвоночник И, возможно, голова Почему? Потому что от всего может отдавать идти Поэтому мы решили сделать завтра утром МРТ Сегодня он работал весь день Сегодня на работе у него было, так скажем, мало работы Поэтому сегодня тоже он страдал Когда у него много работы, он немножко отвлекается этим А сегодня, не поспавший вообще, он... Он работает Но Едина не дает мне толком рассказать, как всегда Сейчас пойду уже ее купать В общем, как прошел сегодняшний день Я сегодня, вернее, вчера вспомнила про своего врача Которая когда-то меня положила в ревмоцентр Спасибо ей огромное Она вовремя среагировала Я в свое время не могла понять, что у меня на ногах И меня отправляли то к дерматологу То к терапевту То еще к кому-то, то к хирургу В итоге я попала к ней случайно Через две недели мучения Я уже начала хромать У меня воспалились узлы на ногах И она сразу посмотрела и сказала Что у меня узловатая эритема В общем, было такое заболевание И оно появилось неизвестно от чего Было все хорошо Я работала тогда И это была осень И, возможно, говорят, что после простуды Осталась инфекция Она пошла бродить по организму В принципе, так и было У меня болело много органов в то время И все спустилось в ноги И как бы там осело И вот пока вот эта врач мне не подтвердила Не сказала, что у тебя ревмо-болячка Меня не положили в больницу И я ходила просто уже изнывала И у меня болели ноги Я хромала, короче, и так далее и тому подобное Я вспомнила про нее Что она не просто терапевт И по совместительству Она прошла тогда курс ревматолога Она просто человек, который Отзывается и берется смотреть Твои анализы, данные Даже если ты не имеешь отношения к ее участку И я вспомнила, что надо ей позвонить Спросить, потому что у меня сегодня Такое отчаяние было уже утро Я судорожно искала ее фамилию Где-то на сайте поликлиники Вспоминала И, о чудо, она работает в той же поликлинике Что и когда я ходила к ней А это было очень давно Я не помню, в каком я году лежала В больнице В 2012-м, может быть И я нашла ее телефон у себя в контактах В списке номеров И это просто какое-то чудо Она ответила Она доступна Она работает И я договорилась с ней о том, что она посмотрит Завтра Колю И вы представляете Мы не приписаны туда никак То есть платных приемов там нет Хотя я предложила, что мы заплатим За ваш прием Ну, в больнице И можем как-то так оформить Потому что мы туда не приписаны Она сказала, что как бы Она платных приемов не ведет Но в любом случае приезжайте Поэтому завтра Коля поедет Сначала рано утром Видимо, сегодня ночью Ему не удастся поспать Хотя я очень хочу, чтобы он поспал Человек полторы недели не спал Это ужасно звучит Я после родов, грубо говоря Не спала неделю Я думала, что это все Что так не бывает Он не спит почти полторы недели То есть завтра или когда будет полторы недели Это ужас просто Или уже сегодня Я уже запуталась в днях И на самом деле Коля мне сказал держаться И хотя бы мне не расслабляться И не поддаваться панике Но я не понимаю, как он работает Ходит, он ездит Он, получается, спит вообще 20 минут Или там вообще не спит Или спит час Самое большое, что он поспал За эти полторы недели Это было 5 часов От тех совместных снов Которые мы вам рассказывали И все И больше этого не было Сегодня он поспал в машине В перерыве между работой 20 минут И он был такой радостный Говорит, Элина, я поспал 20 минут В общем, Эвелина там что-то просит Я буду немножко потихоньку убираться Потому что она все раскидала опять И мне нужно уже ее готовить К ванне В общем, что еще По поводу Раскисла я немножко Простите меня Так, что еще Залезла и просит качелю А я говорю, купаться уже надо Время купаться И скоро спать Уже все Качаться мы не будем Мы, кстати, купили вот такие простые подгузники То, что надо в окее Они гораздо дешевле Вот дома ходим в них И у нас еще одна пачка хагис Осталось ночных А здесь сколько у меня А, ну здесь еще вот столько Вот эти берегу Если куда-то ехать В машину То их Хорошие хагиса дома Вот такие вот Вот и сейчас уже Коля пошел в аптеку Купить шприц Мы будем ему все-таки Доставлять уколы В надежде, что они ему помогут Вот А завтра утром на МРТ Ну что, всем привет Мы сегодня, наверное, дождались У нас наступил день Х Еще вчера мы что-то чувствовали Что завтра что-то выяснится Уж, наверное, сильно мы просто психанули И очень сильно Коля, наверное, намотался уже Измотался И сегодня рано утром Коля сделал МРТ Двух отдела, да? Да Шейный, грубо говоря, отдел полуночника Да И шея показала, что там мастеохондроз И у Коли протрузии Протрузии нескольких дисков Если я правильно, да, поняла? Да Расшифровки Что-то много там Что-то несколько Четыре-пять Ну, это такая шея И еще две в этом Две в грудном отделе Обалдеть В общем Какой план? Коля поехал к неврологу Без очереди Наконец-то Коля без очереди прошел Я его прямо настрополила Прямо сказала вообще Везде идти без очереди Потому что хватит уже выжидать Наконец-то он зашел без очереди Это тоже большое достижение для Коли Он сам по себе человек у нас другой Да, он сегодня Опять не спал Я сегодня была с ним солидарна Я сегодня тоже такая Нормальная Ну, со мной вообще ерунда Все Со мной все нормально Это вот у нас И что? Ну, естественно Ему сразу выписали направление в стационар И вы представляете А в стационаре сказали Ждите до понедельника А у нас сегодня среда Но никто ждать не будет Потому что я психанула И я положу его сегодня в больницу Потому что все Хватит это терпеть Я уже заручилась поддержкой В нескольких инстанциях Поэтому я очень решительно настроена сейчас Если честно Потому что, ну, это не дело Это уже все Когда ты имеешь на руках уже направление В общем, мы едем сейчас в приемный покой В той больнице, куда его направили Почему сказали в понедельник? Потому что объяснили тем, что мест нету в неврологии И как бы типа надо ждать, пока места появятся Но как бы организм-то не ждет понедельника Он как бы отваливается Болит, болит У Коли вчера просто блокировались несколько движений рук Он теперь не может поднимать ее выше плеча Да, Заюшенька Сейчас я тебе капюшончик уберу У нас нагреется в машине получше Вот И еще несколько там каких-то движений В общем, поэтому ждать просто, ну, нет времени Поэтому мы сейчас едем Да, мы едем сейчас И я очень надеюсь, что все пройдет спокойно И нам не придется Психовать Так, ну что, мы приехали Коля пошел Попробует сказать, ну, что с острой болью И, в общем, хоть в коридоре пусть положит Я не знаю как Вот В общем, а мы с Эвелиной сидим здесь, в машине Молодец, всю дорогу сама проехала Смотрела в окошко Без книжек, без всего Просто смотрела Потому что давно не каталась Вот Так что ждем, сидим от него сообщения Весточки Дай бог Сразу примут Все без всяких там будет Вот этих вот Знаете, как у нас бывает Ой, будем молиться Всем уже получается привет Потому что я снимаю на следующий день Сразу прошу прощения за фон Авелина намочила Полностью покрывала Одеяло Простынь В общем, все намочила И я просушиваю тут кровать Вот, поэтому буду снимать С таким аля фоном В общем Я хотела вам рассказать В общем, чем у нас вчера все закончилось Вчера Коля пошел в стационар Чтобы устроиться И наконец-то получив направление уже На госпитализацию И на самом деле вернулся вчера назад В машину Потому что не было мест Именно Действительно вчера, чтобы заехать Там не было места И ну как бы Как мы аля просились В любом случае По-любому Чтобы его Хотя бы там Грубо говоря В коридор поселили Да, чтобы начали лечение Так нельзя И его не приняли Одним словом В общем, сказали Приходить завтра с утра И будет Выписываться один пациент И вместо него Его как бы поселят Мы приехали Получается домой Я была очень, конечно Расстроена этому Потому что я не знала Как он еще продержится Сутки По графику Ему нужно было Выходить в ночь И да, я напомню Те, кто может пропустил Какие-то влоги Не слышал То На работу он ходит И не взял больничный По той причине До сих пор Что на работе Ему легче переживать Это все Чем сидя просто дома Поэтому он не видел Смысла брать больничный Если работает Хотя бы какой-то Небольшой просвет Когда он работает И На удивление Боль не такая Прямо адская Как Тогда, когда он ложится Именно Поспать Или просто посидеть Допустим Даже Вот Поэтому Мы приехали домой И Коля говорит Я попробую поспать Если у меня получится Это будет здорово Если нет То поеду К тете И она поставит Капельницу В общем И мы приехали домой Хотя мы не знали Капельница Поможет или нет Потому что Ему ничего не помогало Вот Но это была Хоть какая-то надежда Опять на что-то И Мы приехали домой Авелина легла На дневной сон И он тоже рядом лег Мы все на диване Так улеглись И На удивление Коля уснул Даже С болью Наверное Потому что Человек Сутки Просто Да какие сутки Уже больше Без сна Там был Ну с последнего сна У него прошло Я не знаю Сколько времени Но он истощен Изнеможен уже был И мне кажется Может быть Поэтому организм Уже вырубало Хотя до этого Были моменты Когда я тоже на это рассчитывала Но это не помогало Даже Выпив сонную таблетку Коля все равно Не засыпал до этого И Поэтому Как бы Я очень переживала За это Но Прошел час Коля спал И Авелина Уже проснулась Я ее быстренько Схватила С диваном Взяла игрушки Взяла на себе Включить телефон Чтобы ей Включить что-то Потому что Мне надо было Чтобы она посидела Очень тихо И долго Если он будет спать И я ее схватила И мы пошли в ванну Мы просидели В ванне Примерно Два часа Авелина умница Она играла Мы себе там Обустроили Постелили Все Взяли игрушки Мы там переиграли Во все Уже с водичкой Поиграли И просто Мои там Кремушки Поперебирали Какие-то масочки И в общем Авелина Молодец Она просто Стойко выдержала В отличие от Вари Которая сидела И скулила Чтобы я ее Выпустила Но Я ее не выпускала Потому что Она могла ходить По квартире Цокать Своими когыточками А Коля У нас Ну как бы Бдительно спит И Просто Чтобы предостеречь Даже то Что Варя Может Или залаять Там кто-то В подъезд выйдет Или еще что-то Я ее тоже сказала Сиди со мной Она просто Сама к нам Пришла Где-то спустя Минут 30 Я сказала Все Сиди со мной Я тебя не отпущу Хорошо что ты пришла Вот И мы так Просидели Около 2 часов Проиграли Потом уже Надо было Авелину кормить Конечно И Тут проснулся Коля И у меня была Такая радость На душе Потому что Он проспал 3 часа Даже 3 с половиной Почти 3.20 Где-то 3.25 Может быть Я такая была Радостная Человек Впервые За несколько дней Проспал 3.25 Почти Часа Это было Просто Это было Что-то С чем-то Я вообще Не знаю Я ему говорю Неужели у тебя Не так болело Он говорит Нет у меня болело Просто я через боль Говорит Я сам удивился Как я просто уснул Ну и конечно Я знаю Что я молилась И меня просто Услышали И Он поэтому поспал Я просто в этом уверена Вот кто верующий Тут меня поймет А кто не совсем В это верит Или не верит Ну Я не знаю Как вам относиться К этому факту Ну в общем Считайте Что-то Я тогда Наверное Ничего не сказала Хотя я Просто в этом уверена Сама Я это знаю Вот И В общем Мы Получается Пошли кушать Я быстренько Сварила пельмешки С собой на работу Ему там Выпечку Испекла быстро И Положила Остатки пельменей Потому что Ничего не было Я не готовила Специально Чтобы его не будить Для меня было важно Чтобы он поспал Поэтому мы любыми способами Сидели тихо Я Велине Просто там Разрешала И воду лить Там уже И на себя И на ноги И в эти Во всякие там Бутылочки Лишь бы она просто Сидела и была довольна Потому что Она же может Ну завопить Как бы И заорать Ой Вот В общем Коля ушел на работу Кое-как продержался Вся ночь И сегодня Рано утром Получается Поехал уже В больницу Его приняли Как обещали Все его осмотрели Приняли его дело Документы Оформили его В палату Ему уже Прокапали Капельницу По-моему Поставили уже Уколы Вот он мне Не написал Говорит Что его должны Были позвать На уколы Но видимо После ужина Позовут Вот И он говорит Что до того Как его заселили В палату Он отрубился Просто в холле Больницы Ну отделение Сидя На час Ох Я не буду плакать Все хорошо Просто он очень сильно Хотел спать Я уверена Я это знаю Он меня ругает Что я расстраиваюсь Но Но это мои чувства Изнутри Ничего не могу сделать Мне его безумно жалко Так Все Держись Алина В общем Сейчас у него там ужин Наконец-то он покушает Потому что он Обед Проспал Вот этот час Который он где-то там В холле сидел Он просто лежать не может До сих пор Говорит В палате 4 человека Все могут лежать Говорит Я не могу И он нашел себе Где-то место Там в коридоре На диване И в общем Спит Сидя пока В общем Я верю Что это испытание Он преодолеет И все пройдет И все будет хорошо Просто мне надо Самой немножечко Еще успокоиться Не думать об этом Потому что у меня ребенок Дома Я это все знаю И я стараюсь держаться Да Все 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 Она чувствует Так В общем Сейчас Надо мне уже заканчивать Потому что Авелина меня начинает звать Уже Так Быстренько порассказываю В общем Изучили пока Его Карточки Которые у него с собой Медицинские Он все привез Все Посмотрели Все Пролистали Абсолютно Прочитали Там видимо Диагнозы Которые были раньше Или еще что-то В общем Чтобы иметь всю историю О человеке Хорошо Что у него карты Эти с собой были Он все до единого документа Туда взял И в общем На самом деле Я пока не знаю Какое лечение ему выстроили Он сам говорит Что потом Мне попольше скажет Но пока Ему сегодня кололи От воспаления Потому что У него болит Где лопатки Он сказал И где шея И там видимо Какое-то воспаление Или что Потому что ему больно Там дотрагиваться И крутить шею Больно стало И в общем Ну с каждым днем Процесс как бы Идет дальше и дальше То сначала Ему было просто больно плечо Потом ему стало больно Там в другом месте Потом рука плохо До конца Стала подниматься В общем все Одно за одним Просто цепляется Так что вот Я попросила его Чтобы он поснимал Что-то Я думаю Будет вам интересно От первого лица Все-таки узнавать новости Те кто особенно Да мамуля идет Вот Но мы не знаем Насколько С условием Колиного айфона У меня все У меня все Считается в программе В которой я монтирую Потому что Видео Которые он обычно Присылал мне То есть Они вставляются В программу Я в вегасе монтирую Но Потом Получается Видео Становится перевернутой Картинкой Бывает что есть изображение Но не монтируется Это видео Вообще То есть ошибку выдает Либо там Раньше было Я смонтирую Потом раз И вот где Коля снимал Там просто черный кусок Как бы идет Видео И все Вот Поэтому есть некие трудности С Видео Но мы попробуем Сегодня Я может быть Что-нибудь попробую Придумать у себя Здесь Хотя без понятия Как вмонтировать И есть еще идея Дать ему старую камеру На которую мы раньше снимали Там конечно качество не очень Но хоть что-то Просто заснимать Ну вот у нас по-моему Батарейки Сели от нее Нет батареек В общем Либо старый телефон Дать У нас есть телефончик В общем я не знаю Надо как-то будет с ним решить Но мы постараемся с форматами Что-то придумать Может быть все-таки Я поколдую Как-то он мне будет присылать Я буду вставлять На что-то с этим Просто совместимостью получается Вот Вот Ну если нет Тогда просто буду я вам рассказывать Как у него дела Спасибо кто за него переживает Кто пишет нам Регулярно И ждет новостей Нам очень приятно Что вы Добросердечны И Советуете что-то Да Чтобы мы хоть Как-то там Справлялись Не умновали И так далее Да Папа тебе Смотри Прислал смайлик Вот Так что Такие дела Мы с Авелишей Дома Сегодня ходили На прогулку И Сейчас Вот я ее покормила Да Покажись Моя красоточка Покажись Скучаешь по папе Скучаешь по папе Она очень скучает По нему Постоянно ему пишут Какие-то сообщения Там на своем Языке Вот он Ей сейчас Отправляет Что он кушает А она В общем ему Всякие в ответ Шлет Смайлики Эти Анимашки Да Наверное на этом Пока Все Разговариваем Как раз С Колей Сейчас По видеосвязи Смотрите У него там Аквариум Есть Классно Такой большой И рыбы Большие Вообще Где-то Литров 500 Наверное 400 Ага Тут маленькие Такие Оранжевенькие Прячется Я хочу Нам Вот Такую И вот Так вот Отрубился Все Коля Отправляется Сейчас В палату Вот мы с ним Тут разговаривали Как раз По видеосвязи Сейчас буду Пить Связь плохая Правда Уже полегче Угу Достала Авелине Сейчас Вот эти магнитики Только мелкие Я отобрала Вот оставила Более крупные детали Потому что Она до сих пор У нас все пробует Прежде чем Поиграть Но не обязательно Прям каждый раз Но она может Толкать в рот Поэтому я тщательно Всегда отбираю Более мелкие Даже вот такие По идее Я не давала Но Как бы они Не совсем Конечно мелкие Да Вот И Она все Уносит на холодильник Сама идея Магнитиков Вообще классная Подбирать наряды Миша Такие классненькие Они Мишки Здесь вот Варианты Есть Как Можно их Одеть Приодеть Ну Авелина Просто пока Их разбрасывает Это Три плюс Ей пока Просто интересно Их крепить На холодильник Перетаскивать Бросать Говорю И иногда Даже в рот Брать Вот Пошлите за ней Смотреть У меня сушится Одеяло Потому что Авелина его Замочила На батарее Она почти высохла Уже кстати Чуть-чуть Еще влажновато Ой Какая Ляпота Красота Мне без Коли Прям так Как-то Одиноко Дома Прямо Я чувствую Его отсутствие Ну Как-то Это Не по себе Чуть-чуть Но У меня Мне душу греет Что Он говорит Что ему Руке Немного легче Стало После капельницы Меня прям Немножко Само Отпустило Потому что Это много Значит Потому что Рука у него Была вся Сжата Он мне Прямо Показывал Мышцу Свою Я ее Прямо Видела Какая Она была Вся Ну Такая Напыщенная Твердая Торчала Прямо Из руки Прямо Видно Было И он Говорит Сегодня После капельницы Меня Говорит Прямо Отпустило Вот Я прям Очень рада Он сейчас Там пытается Поспать Я очень Надеюсь Что он Поспит Ну А на этом Наверное Будем С вами Прощаться Ждем Завтрашнего Дня И уже Будем Мы Сейчас С Велишкой Купаться Скоро И спать Так что Всем Спасибо За ваши Комментарии За ваши Пожелания Здоровья И вам Тоже Не болеть Всем Пока Пока